Здравствуйте, уважаемые телезрители! Базовые знания, полученные в школе сегодня, непременно скажутся в жизни завтра. Многие из нас почему-то уверены, что в последнее время качество образования падает. Так ли это на самом деле? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Свободный диалог». Гости нашей студии Римма Ахметовна Липунова, директор Центра Дополнительного Образования. Широкова Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 16. И Наталья Ивановна Макиенко, начальник управления образования администрации Артемовского городского округа. Здравствуйте, уважаемые дамы! Здравствуйте, здравствуйте. Представители Роспотребнадзора, врачи, политики и даже общественные деятели уверяют нас, что пандемия коронавируса пошла на спад. Да мы и сами стали это замечать. Началась третья учебная четверть, не по удаленке, как это было когда-то, а очно. Количество заболевших как среди педагогов, так и среди учащихся пошло на спад. Сначала третьей четверти у нас на дистанционное обучение не переведено ни одного класса. То есть все работают в очном режиме. Единственное, что бы хотелось отметить и обратиться к родителям, это то, что, конечно, дети за тот период, когда они находились на дистанционном обучении и были длительные каникулы, мотивация к обучению упала. И поэтому здесь мы должны приложить все усилия ребенок, родитель и педагог к тому, чтобы дети достаточно на хорошем уровне получили определенные знания, которые в рамках образовательной программы, ну и получили хорошие отметки по окончанию учебного года. Заболеваемость детей на каком уровне находится? Я имею в виду не только вот коронавирусная инфекция, как мы знаем, дети редко болеют этой болезнью. Среди школьников, да, начиная с 1 по 11 класс, у нас ни один класс даже не закрыт по ОРВИ. Единственное, что из всех детских садов у нас были три детские сада, и из них 4 группы были закрыты на карантине именно по ОРВИ. Но я думаю, что ситуация для детских садов это обычная, она стабильная, то есть ничего такого за рамки выходящего на сегодняшний день нет. А среди педагогов и воспитателей? Среди педагогов, конечно, есть, но это не определено, что именно коронавирусом. Просто обычная ситуация, как и всегда, люди уходят на больничные по тем либо иным причинам. Началась запись детей в первый учебный класс. Как вы думаете, почему в последнее время вот это стало проблемой? Число первоклассников за последние годы с каждым годом растет, да? Ну и естественно, растет не только число первоклассников, но и растет общее число обучающихся в общеобразовательных учреждениях. На сегодняшний момент, конечно, пользуются большим спросом те школы, которые находятся у нас в центральной части округа. Это, на мой взгляд, среди родителей есть определенный ажиотаж, потому что если проводить анализ тех школ, которые у нас располагаются на отдаленных территориях, это территориальное управление и сельские наши школы, да, то, в принципе, эти школы по большому счету работают в одну смену. Но, естественно, каждому родителю комфортно, чтобы его ребенок находился рядом с домом, чтобы это все было доступно и комфортно. Поэтому вот на сегодняшний день такая ситуация. Но не всегда так получается. Некоторые родители своих детей возят с одного конца города на другой конец. Ну, бывают и такие ситуации, потому что по степени еще комфортности есть другой момент. Это идут за педагогом. Поэтому есть и такая ситуация, что с одной территории родители самостоятельно вывозят детей в другие школы. Ну, наверное, не только за педагогом, но еще, наверное, и за качеством знаний. Ну, а педагог – это и есть качество знаний. Я думаю, что родителям будет интересно не то, о чем я сказала, а именно как осуществляется прием в первый класс. В этом году набор детей в первые классы начинается с 1 апреля 2021 года. В прошлом году эти сроки были гораздо ранее, то есть начинался прием заявлений с 1 февраля. Это связано с тем, что внесли определенные изменения. Теперь они несут, вернее, юридическую силу. Это преимущественное право младших школьников поступать в школу, где учатся старшие братья и сестры. То есть в связи с введением именно и утверждением этой нормы закона, теперь перенесли и сроки приема заявлений в первые классы. 1 апреля по 30 июня – это сроки для тех родителей, которые будут подавать заявления, дети которых проживают на закрепленной за школой территории. После 6 июля по 5 сентября имеют право подать заявления те родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории. Опять же, кроме того нововведения, о котором я сказала, на сайтах школ после 15 марта появится информация о закрепленных территориях за школах и информация о количестве мест в первых классах. Я думаю, что это важная информация, которая поможет нашим родителям уже сделать выбор, в какую школу они поведут своего ребенка-первоклассника, ну и, конечно, будут учитывать право выбора – вступление в ту или иную школу. В этом году есть шанс отдать ребенка в ту школу, в которую захотят родители? Я думаю, что да. Я думаю, что да, но, опять же, если будут свободные места, то есть руководствоваться родители в первую очередь должны этим. Информация будет на сайтах, нужно будет просматривать внимательно. Я думаю, что и на сайте Администрации управления образования эта информация также будет. То, что происходило в предыдущие годы, когда люди стояли в очереди, вели специальные списки, записывались, даже дежурили по ночам, такого уже нет? Нет, честно говоря, уже не встречалась такой информации, ну, по крайней мере, уже второй год. Сейчас очень удобно, сейчас можно сделать все через электронные все наши возможные сети. Это портал госуслуги и, несомненно, родители имеют право прийти в приемную школу, где также через электронную систему мы вводим данные ребенка и родителей и оформляем заявку. То сейчас это электронная очередь, мы все ее видим, и родитель также ее отслеживает. Действительно, те школы, которые у нас пользуются определенной популярностью в городе, вполне возможно, что возникнет такая ситуация. Но я хочу обратить внимание на то, как и сказала уже Татьяна Михайловна, что это все зависит не от тех условий, которые создает образовательная организация, а именно от самоорганизации родителей. Поэтому, если родители этого делать не будут, как вы говорите, занимать очередь в 5 утра или еще что-то, а будут организованы и пойдут в том направлении, которое есть в рамках законодательства, и понимая это все, то я думаю, таких ситуаций не должно быть. В каком случае директор учебного заведения имеет право отказать в приеме первоклассника, если, предположим, родители привезли своего ребенка и говорят, мы хотим, чтобы он учился именно в вашей школе, хотя мы живем в другом районе? Это будет возможно только в том случае, если есть свободные места. Либо этим родителям нужно будет немного подождать какое-то время, потому что существует такое понятие, как миграция, либо люди уезжают с города, либо переезжают из одного микрорайона в другой, и тогда эту ситуацию возможно разрешить таким способом. То есть освобождаются места учебные, тогда мы принимаем ребенка, обзваниваем, берем обязательно номер телефона, такая у нас практика есть, звоним родителям и сообщаем о том, что освободилось место, пожалуйста, подходите. Все. Если родитель за это время не нашел себе другое образовательное учреждение, то, конечно, приходит к нам. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Есть ли какие-то изменения, какие экзамены будут и по каким критериям? 9 класс создают традиционно УГЭ, основной государственный экзамен. 10 февраля будет своеобразный первый экзамен для них. Это итоговое устное собеседование по русскому языку. Хотя сам по себе это устное собеседование представляет собой, ну, скажем так, проверку тех умений, которым ребенок научился за курс 9-летней школы. Потому что все те задания, которые присутствуют на этом экзамене, это есть, ну, своеобразный такой итог, наверное, какого-то этапа жизненного. Обязательным также требованием допуска государственной итоговой аттестации в 9 классе будет защита итогового индивидуального проекта. Это очень интересная форма, которую мы успешно опробировали еще в прошлом году, и в школы Артемовского городского округа также это проделали. Это написание своеобразной такой первой работы исследовательской, ну, может быть, конечно, любого формата, и проектной, и форме эссе в любом виде, которая также проверяет какую-то результативную деятельность ребенка, учебно-познавательную, художную, в зависимости от направления или пожеланий ребенка, в котором что-то близко. Татьяна Николаевна, вы говорите сложным педагогическим языком. Давайте попроще. Попроще. Для девятиклассников две формы допуска. Первая – это итоговое устное собеседование по русскому языку, она пройдет 10 февраля, и защита итогового индивидуального проекта. График защиты в школы продумывают самостоятельно. Экзамены по выбору? Нет, основные – русский язык и математика, и один экзамен обучающийся 9 класса будут сдавать по выбору в форме контрольной работы. То есть, по сути, ничего не изменилось? В прошлом году обучающиеся выбирали два экзамена по выбору, которые были им необходимы куда-то там для поступления, для проверки собственных знаний, для подтверждения собственных знаний. В 11 классе, если, например, обучающийся поступает в высшеучебное заведение, тогда ему необходимо сдать один экзамен в русский язык. Давайте поговорим про ЕГЭ. Обучающиеся 11 класса, поступающие в ВУЗ в этом году, сдают только один экзамен по русскому языку, обязательные, ну и те предметы, которые ему необходимы для поступления в ВУЗ. Это уже на выбор выпускника. Обязательной базовой математики в этом году нет. Если необходима профильная математика для поступления в ВУЗ, тогда обучающийся сдаёт её. В принципе, для получения аттестации необходимо сдать один экзамен по русскому языку. Всё, в этом году всё достаточно просто. Но для поступления в ВУЗ... Всё проще и проще. Скорее всего, это связано с тем, что базовую математику, да, вот предыдущие два года дети сдавали в обязательном порядке. В прошлом году даже её уже не было базовой математики. Была профильная, и то только кому она была необходима. Базовую не сдавали. Я так думаю, это связано с тем, что базовая математика, определённый, да, набор знаний и умений, которые приобретает ученик по окончанию школы, который, в принципе, и необходимо проверять. Может быть, я слишком драматизирую, но мне кажется, что это связано с отсутствием знаний у учеников. Возможно, да. Показатели ЕГЭ, мы сами знаем, анализируем, да, из года в год, да, действительно, показатели падают, и, конечно, подтверждением являются вот эти вот внешние оценочные процедуры. То есть ЕГЭ – это уже не такой страшный экзамен, каким он представлялся выпускникам ещё хотя бы два года назад, пять лет назад? Да, я, пожалуй, соглашусь с вами. Как сами педагоги отнеслись к вот этим нововведениям, что ученику практически экзаменов-то не осталось? Тут мнение наше разделилось. Кто-то действительно считает, что в связи с тем, что учеников недостаточная подготовка, не будем уж об этом действительно, мы не будем это скрывать. А с другой стороны, кому действительно необходимо поступать в ВУЗ, я понимаю, действительно нужно сдать ЕГЭ по тем предметам, которые необходимы ему в дальнейшем и в выборе профессии. Предположим, если выпускник говорит, я не хочу никуда поступать, дайте мне просто так аттестат, да, или нет, всё равно нужно. Нет, для выпускников, не планирующих поступать в ВУЗы, для получения аттестата необходимо будет сдать два экзамена. Русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена, так называемого ГВЭ, который планируется провести в конце мая. Есть ли изменения по локации и процедуре экзаменов? Осталось всё то же самое. В Артёмовском городском округе три школы, на базе которых проводится ЕГЭ традиционно, 11, 16, 18, школы, в которых проводится ОГЭ, 2, 3, 4, 17, 19, 30 и 35, гимназия 1. По распоряжению Роспотребнадзора педагоги и воспитатели должны получить преимущественное право на прививку от ковид. Сколько уже привито педагогов и воспитателей? Существует ли график? И как организована прививочная кампания? Прививочная кампания у нас организована совместно с медицинскими учреждениями, отрабатывается с каждым образовательным учреждением, это включая школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Каждый из руководителей учреждения составляет списки, где определяются люди, которые готовы сделать прививку в настоящее время, те, которые переболели ковидом, потому что они самоустраняются на полгода, и те, которые по определенным причинам не хотят прививаться. Списки поданы в учреждения здравоохранения, уже поставлены в список у нас более 380 человек. Около 40% людей – это те, которые не могут быть привиты по причине болезни ранее, то, что они болели. Ну и с остальными людьми у нас проводится работа, то есть есть, конечно, отказы. Мы проводим работу о том, что это необходимо сделать. Реагируют люди по-разному, как и реагировали на все прививки, которые делались ранее. Я сам был свидетелем, когда педагоги детского сада и школы приходили стройными рядами, пункты прививочные, и делали себе прививку с улыбкой на лице. Это ж очень хорошо. Значит, они сделали свой выбор. Работа учреждений дополнительного образования в условиях вынужденных ограничений. Было непросто. Непросто было педагогам, непросто было родителям, непросто было детям. Но считаю, что мы перестроились и очень даже неплохо... Вы ушли в режим онлайн. Да, мы ушли в режим онлайн. Конечно, этот режим не предоставляет нам широкий выбор методов и форм работы с детьми, но тем не менее хочу отметить, что все мероприятия, конкурсы, выставки, которые мы проводили в режиме онлайн, оказались намного массовее, я хочу вам сказать, чем наши очные мероприятия. Верите с трудом. Я вам скажу, что в одном только летнем конкурсе фотографии мое любимое животное, в котором было несколько номинаций. Так вот, я вам хочу сказать, что приняли участие в нем более 500 детей. Вот сейчас в феврале месяце у нас проводятся две научно-практические конференции. Одна для младших школьников, другая для детей средних и старших классов. Так вот, хочу сказать, что научно-практическая конференция для младших школьников у нас поделена. Мы проводим ее в течение недели. Каждая секция, где присутствует от 8 до 10 участников, соблюдается дистанция полтора метра, маски, санобработка и так далее. То есть мы не приглашаем всех участников целиком. А в понедельник у нас, допустим, заседает секция окружающая среда, 10 участников. А вторник следующая секция в среду, мое любимое увлечение и так далее. А вот конференцию для старших школьников и учащихся среднего звена мы вообще будем проводить в режиме онлайн. Мы уже связались с учеными ДВО РАН, с учеными ДВФУ. Мы всегда с ними сотрудничаем в этом плане. Процесс у нас уже в управлении образования отработан. У нас ВКС, у нас совещания последние проходят в онлайн-режиме. Я спрошу вас конкретно. Работа секций, кружков и детских общественных организаций? Работа кружков у нас ведется в очном режиме. Дети ходят в том же составе, все остальные объединения и общественные организации также посещают наше учреждение. Мы с вами, да что там мы с вами, все наши телезрители были свидетелями события, которое проводилось в нашем городе, наверное, впервые, это онлайн-КВН. Одна из форм работы, наверное, может быть не самая лучшая, на мой взгляд, но тем не менее, то, что имеем. Вопрос школьного питания регулярно всплывает, когда у кого-то из родителей вдруг появляется желание вступить в конфликт с педагогами, на мой взгляд. На самом деле, как организовано школьное питание? Во всех образовательных учреждениях на сегодняшний день осуществляется контроль, причем контроль осуществляется со всех сторон. Есть общественный контроль, то есть контроль общественных организаций, есть родительский контроль и, естественно, контроль непосредственно самого образовательного учреждения. Если возникают какие-либо жалобы по питанию, то, естественно, здесь это все у нас своевременно отрабатывается и с организаторами питания, и непосредственно с тем, от кого поступило это обращение. Если говорить о сентябре месяце и феврале, то жалоб поступают намного меньше. Ну, это, наверное, связано с тем, что наши организаторы прислушиваются к мнению родителя, потому что меню составляется с учетом мониторинга потребностей детей и, естественно, с учетом мнения родителей. То есть организаторы... И еще с учетом финансовых средств, наверное. Ну, естественно, финансовые средства, я хочу сказать, что они как поступали в одном объеме, начиная с начала учебного года, так они и по сей день не остаются неизменными. Я бы хотела заострить внимание на то, что, да, бывают проблемы, бывают какие-то недостатки в организации питания, но очень бы хотелось обратиться к родителям, что если есть такие моменты, чем-то они недовольны, чем-то они озабочены, то в первую голову нужно обращаться именно к руководству школы. Если, конечно, они у руководства школы не находят понимания, то они могут уже обращаться в вышестоящие инстанции. Это первое. И второе, что мы будем очень и очень рады привлечь этих родителей, которые очень отслеживают и контролируют вопросы питания, именно к родительскому контролю, потому что нам это поможет избежать многих неприятностей. Мне кажется, что родительский контроль – это вещь просто необходимая, потому что не всегда организаторы школьного питания могут уследить и за качеством пищи, и за состоянием продуктов. А что входит в обычный рацион школьника? Чем кормят детей? На завтрак дают молочные каши, либо предусмотрен рис, гуляш из курицы, чай горячий, какао бывает, хлеб с маслом. На мой взгляд, это и есть сбалансированное питание. То, чего не хватает многим взрослым. Да, действительно, потому что сейчас мы проводили мониторинг школьного питания, и очень было интересно мне посмотреть. Причем взяли группу именно категорию начальной школы, третьей, четвертой классы, взяли шестой, седьмой, восьмой классы. Вы знаете, и начальная школа, и средняя школа в основном поделились на две какие-то группы странные. Одни предпочитали добавить в школьный рацион питания наравне с тем, что они получают в принципе неплохим. Фастфуды, вот чтобы засушенные вот эти все ножки, понятно, прям так и писали, из KFC. Вторая же категория считала, что необходимо добавить деликатесы. Ну, как-то странно. Одна половина деликатесы, значит, потребляет в пищу, а вторая фастфуды. И лишь некоторая часть указала на то, что необходимо также добавить в рацион фрукты, соки. Я тоже считаю, что это было бы сбалансированным питанием, действительно. Ну, и, конечно, улучшить качество, потому что, сами понимаем, стоимость обеда невысокая. И, соответственно, на эту стоимость, ну, и качество. Все равно питание от этого зависит. Татьяна Михайловна, вот вы работаете в школе, непосредственно с этим сталкиваетесь каждый день. Вот на ваш взгляд, хорошо кормят школьников? Вы знаете, в основном да. Хотя бывают, конечно, грехи со стороны организатора питания. Вот у нас всегда так. Хорошо, но бывает, что что-то плохо. Да, вот это есть. Но, тем не менее, мне кажется, что в последнее время мы стали более терпимее, мы стали с пониманием относиться друг к другу. И на примере наших артемовских школ это уже довольно заметно. Ушла агрессия, появилось понимание, взаимовыручка и доброта. Это, на мой взгляд. А вы как считаете? Образовательная среда и субъекты, и объекты стали более терпимее друг к другу. Понимают друг друга, да? Да. Вы знаете, ну это, наверное, вот системная работа нашего управления. Я бы не сказала, что спад какой-то напряженности вообще в обществе, да? Тенденция. Вот вы видите такую тенденцию. Возможно, где-то я ее разделяю на примере работы своего учреждения. Но у нас специфические учреждения дополнительного образования. У нас вообще... Ну да, тут к вам ходят по желанию, да? Конечно. А в школе это как бы обязаловка. Да. На примере своего учреждения могу отметить, да. У нас есть платные образовательные услуги, где родители вправе очень много требовать, как администрации, так и от педагога. И ситуации случались разные. Но вот сейчас хочу заметить, что родители не просто привели, отдали ребенка, отсидели в коридоре, забрали и ушли. Сейчас мы чаще слышим слова благодарности. Сейчас мы вот после проведения определенных мероприятий каникулярных и новогодних, мы просто получили благодарственные письма от родителей. Раньше этого не было. Да. Может быть, потому что мы идем навстречу, и родители, и дети идут навстречу нам? Я почему затронул этот вопрос? Потому что приходилось неоднократно слышать от детей благодарность учителям за то, что дети снова пошли в школу. Да, Наталья Ивановна? Ну, я бы хотела здесь добавить следующее. Может быть, оно действительно так? Потому что у нас очень большое количество детей, вы знаете, обучается. Более 14 тысяч, да. Естественно, если это все перевести на родителей, то их практически в два раза больше. И когда они все попали в условия пандемии, то вся вот эта обязаловка, как вы говорите, учебного процесса, больше легла на плечи родителей. И поэтому, конечно, я так думаю, почему они стали терпимее и с благодарностью теперь относятся к тому, что им давали в школе? Потому что они ощутили ту ношу, которая лежит на плечах учителя. И я думаю, ощутили ее не просто, а еще умножили на то число и на то количество детей, которые сидят в классе и которым учитель это все должен донести. То есть они, получается, вдвоем, а то и нередко втроем, потому что есть бабушки и дедушки, что-то объясняют и доносят своему любимцу. Причем любимцу я хочу отметить. И в единственном числе. А тут был труд педагога, который также доносит детям, но только в количестве в десятки раз больше. Поэтому я думаю, что, наверное, и нашли, вот они вошли в равновесие педагог-родитель. Потому что они разделили ту образовательную ношу, которая лежала ранее только именно на педагогии и на учреждении образовательном. Уважаемые друзья, на этом наша программа заканчивается. Разговор был трудным, но, на мой взгляд, очень полезным. И мы еще неоднократно к нему вернемся. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. И до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»